так друзья всем доброго времени сегодня у нас будет пересадочка потрошение пересадочка вот этой вот орхидеи это друзья не просто орхидея это орхидея которую мы с вами пересаживали на нашем канале 6 лет назад без месяца 6 лет назад есть кадры видео последние этой пересадки марта 2018 года я их сюда сейчас вставлю и быстренько прокомментирую что там у нас происходит конечно я ссылку оставлю верхнем правом углу можно будет перейти посмотреть пересадку этой орхидеи удивительно то что это орхидея была посажена в мусорную кору которую тогда в те годы еще называли потому что эта кора была куплена именно в магазине в сетевом магазине за три копейки продавалась она такая представляла из себя большую часть щепу и пластиночки и приходилось ее эту кору сортировать так вот значит интерес в чем этой посадке в том что спустя шесть лет мы посмотрим как выглядит сегодня это орхидея что там происходит в горшке после посадки чем интересно тем что мы в ту посадку добавляли где-то процентов 15-20 в коре добавляли древесный древесный уголь обычный древесный уголь от такой же древесный уголь который продается в магазинах для приготовления шашлыков березовая березовый уголь это не тот уголь который пропитан брикетики такие продаются специальные прессованные брикеты с определенной пропиткой которые пропитаны специальными веществами для розжига у нас в нашем случае это самый обычный чистый древесный уголь то есть без каких-либо пропиток и без каких-либо добавок можно свой уголь допустим какой-то добавлять но вот мы брали всегда березовый уголь потому что но он у нас продается и что раньше продавался много лет назад что сейчас продается стоит тоже относительно недорого древой в принципе то купить один мешок 35 килограмм и его хватит надолго что значит с этой орхидеи с этой орхидеи друзья еще интересная история то что это орхидея она одна из немногих вот за мою историю за 20 уже больше чем 20 лет увлекаюсь орхидеями это одна из по моему трех орхидей за 20 лет из сотен которые прошли через мои руки моей коллекции за 20 лет это одна из трех орхидей которая поменяла свой окрас в течение своей жизни то есть изначально когда я ее приобретал она была и значит с маркировкой и с из другого окраса это была golden apple coral в окрасе в коралловом окрасе золотое яблоко но после нескольких лет цветения по сорту она вдруг какой-то в какой-то определенный год при смене жительства но так совпало просто когда переехал свой дом она начала цвести совершенно другой орхидеи а больше похожий на орхидею хвост павлина есть такой красный хвост павлина орхидеи у нас тоже red peacock и вот она стала такой знаете ну другого окраса просто розово но не розовая темно-темно-розовая скорее больше на знаете окраса похожего на вивальди вот есть такие орхидеи вот вот такая вот она крупноцветковая очень интересная орхидея и вот значит сегодня нам предстоит ее пересадить ссылочку я оставлю на ее пересадку кому будет интересно как посадить в самую простую бюджетную кору можете пройти и посмотреть и вот вчера друзья я эту орхидею залил полностью водой для того чтобы эта орхидея отмочила корни которыми за шесть лет она окутала свой вот этот вот горшок кашпо в который мы ее поставили в марте 2 2018 года сейчас для понимания тех кто будет в будущем смотреть это видео когда мы ее делаем очередную пересадку сейчас у нас 2024 год февраль без одного месяца шесть лет это орхидея а находилась вот в этой вот посадочке я сейчас отсюда воду солью сутки она стояла вчера днем я ее залил для того чтобы корни стали эластичными раз и для того чтобы они у нас отлипли от от стенок кашпо в которой они проросли так сейчас мы аккуратненько извлечем противовесы которые я когда-то ставил потому что орхидея вот вы видите цветоносы цветоносы свои выпускала и заваливалась смотрите как она за шесть лет разрослась прям убегает уже из горшка а всем так сейчас еще вытру вот это вот пятнышко орхидея немножко намочила здесь а вот по корню эти по капиллярному сообщению корень отсюда накапал за ночь воду интересно да так вот так вот раз уберем это все дело а и теперь воду сольем я думаю что вообще хотелось бы конечно ее за раз эту орхидею пересадить но боюсь что за раз у нас с вами не получится почему потому что ну скорее всего это будет в два этапа вот смотрите вода какого цвета вот за шесть лет естественно там кора подвергалась разложению и вот за шесть лет видите поливаешь ее она вот такого цвета становится и значит продолжим мысль за два этапа почему потому что ну скорее всего большая часть ее шестилетних пятилетних четырехлетних корней в горшке уже отмерли потому что у орхидеи фаленопсисов друзья корни живут от нескольких месяцев до трех лет в редких случаях какие-то определенные орхидеи в исключительных случаях могут чуть больше жить но от средняя продолжительность жизни корней это от 3 2 3 месяцев до трех лет поэтому рассчитывать что там корни максимально будут все живы нет поэтому скорее всего нам придется ее сажать вот с этими воздушными корнями а ввиду того что они суховатые будут ломаться вот как видите даже сейчас пока только начал еще не начал пересаживать а уже корень который растет видите раскукленный уже мы надломили вот поэтому чтобы максимально сохранить ей воздушные корни с которыми мы ее посадим придется ее после потрошения как мы ее отсюда доставим достанем определить ситуацию и скорее всего вот с этими корнями замочить если тех корней будет недостаточно чтобы еще на сутки вот эти воздушные корни я специально вот емкость приготовил поглубже до чтобы орхидея корни вот эти стали немножко по эластичнее конечно они на сто процентов не будут прям мягкие как некоторые думают что ой прям вот взял и они стали мягкие нет это все знаете от индивидуальных особенностей орхидеи от состояния корней от способа наращивания орхидеи веломена потому что при определенных условиях влажности сухости и состав точнее плотность вот этого веломена как бы ну нарастает у орхидеи он бывает более эластичный бывает менее эластичный хоть неделю замачивай он все равно будет твердый так что не все корни становятся эластичными но с этими мы попробуем конечно значит еще в такой момент у нас есть на канале плейлист который называется омоложение старых орхидей там мы вот такие вот сложные интересные ситуации рассматриваем как делим как вот это все срезаем обрезаем пересаживаем там вот от начала до конца на каждую орхидею который мы проводим имеется в плейлисте тоже ссылочку верхнем правом углу оставлю зайдите посмотрите будет очень интересно и это орхидеи тоже там будет значит такой момент да и к чему я это сказал к тому что эту орхидею можно вот даже сейчас двумя способами омолодить первый это сейчас трудоемки которые мы будем применять мне очень хочется залезть внутрь и посмотреть на состояние корневой системы оценить и посмотреть какие корни мы оставим что у нас там с корнями происходит да это первый вариант и второй вариант прям здесь и сейчас прям не доставая из горшка мы можем взять и самый простой легкий способ берем секатор не такой а папам помощнее для садовый такой наверное не справится потому что слишком тоненькие губки у него берем секатор и вот в этом месте вот здесь вот-вот отсекаем ну мы и так ее здесь разрежем однозначно вот в этом месте но я хочу достать ее потому что видите немного вот этих верхних корней уходят вот сюда мне хочется их сохранить посмотрите точнее не сохранить а хотелось бы чтобы они сохранились были целы но это от нас не зависит это нужно смотреть что там у нас с этими корнями ведь тем более что то они по прилипшие вот такая картина смотрите какая красивая вот они корни идут и сюда между горшком в который мы сажали 6 лет назад и кашпо в который ставили они ведь и приросли сюда и вот нам сейчас состоит задача максимально отлепить эти корни вот для этого у нас все есть инструменты поэтому значит продолжаю потерял мысль мы ее сейчас максимально попытаемся отсюда с корнями вот этими извлечь для этого все вот они есть палочки такие остренькие видите есть вот такие пластиночки пластиковые тоненькие с помощью которых мы будем залазить и отлеплять корни от стенок и вот после того как мы ее достанем орхидею максимально с корнями мы посмотрим что у нас с этими корешками вот этими которыми отверху видите идут и заходят сюда то есть орхидея сама пускала их сюда я их не направлял то есть я ничего с этой орхидеи не делал так вот этот корень я срежу потому что извините он уже болтается как сломали уж так сломали чушь теперь вот но никто не застрахован от этого вот этот тоже старый сейчас убираем все что будет мешать нам да вот все остальное у нас здесь вот этот еще корень кончиком лезет под этот уже оттоптал его горшок все а теперь мы достаем ее отсюда напомню сутки она у нас вчера я ее прям днем кадры вы видели вставил сейчас будем ее держу и засовываю я уже видео показывал как при помощи вот таких пластинок тоненьких мы залазим так как и сейчас положить ее надо потому что мне неудобно вот залазим вот так вот и начинаем ее корни эти отлеплять то есть между корнем аккуратненько между корнем и стенкой горшка видите он она я не знаю видно вам будет не видно она пролазит и отлепляет ее есть здесь у нас есть и потихонечку то есть вот эта пластиночка она как бы знаете заточена как бы вот здесь вот на скос вот здесь вот она ровная вот как вам показать так ну вот так вот наверное да видите она скруглены и вот этой ровной частью я к стенке горшка кашпо а вот здесь она получается закруглена да вот сверху и вот когда я ее вот так вот просовываю плашми прижимаю к стенке горшка вот та закругленная часть она пролазит между между корешком и не вредит его то есть она его даже не царапает а спокойненько заходит вот и его отрывает то есть она вот это вот пластиночка у меня идет отлепляется на сантиметр от нее то есть вот так вот так мы сейчас всего верхние все вот эти вот я корни обрежу не обрежу отлеплю вот видите как отлепляется хоп хорошо удобно вот такая вот процедура конечно долгая ну а куда деваться ведь это конечно у нас не получится долезть глубоко но хотелось бы максимально все это дело отлепить здесь отлепили так вот здесь у нас корень подлезть нигде нельзя а вот так вот с краешку но веламен портится видите там сначала можно было здесь кончик вот этот вот как-то подлезть а его подлезли получилось жалко что пластины это короткая я длиннее не смог найти вот так вот потихоньку пропихиваю можно было конечно не заморачиваться а сразу чикнуть орхидею вот там где вам показал обрезать все корни которые уходят в горшок ну и поставить эту орхидею на наращивание на стимулирующую посадку вот как предыдущие орхидеи в плейлисте омоложение орхидеи мы делали с теми у которых мало корешков мы сажали их в стимулирующие посадки в два этапа так все у нас это нет не ушла так с одной стороны мы об чистят отлепили корни теперь нужно вот с этой стороны сюда наверное мы не достанем у нас есть линейка сейчас мы сюда и просунем попробуем что у нас тут горшок прям плотно стоит так вот не проходит так ну что есть другой вариант на стол я накапал налил воды это вот знаете с другой стороны экрана все выглядит легко а когда здесь вот сидишь перед орхидеей вот это все делаешь конечно это все такое знаете хотя на самом деле мне нравится это такое знаете медитативные занятия так еще возьму да наверное у нас так возьмем поднос и в подносе у нас текло из-за сюда так ну что продолжим у нас такая вот кстати листвите а вот так вот листья у орхидеи новые растут старые потихоньку тоже имеют свой жизненный цикл как и корни опа пошла руда но не все пошло внизу у нас здесь корни конечно какие-то вот они вон он один корень 22 корни у нас порвались но это друзья нам повезло что мы с такими минимальными потерями вот он ведь и курина пахнет друзья знаете как зеленью ой весной прямо зная достал вы не поверите вот честное слово прямо надышаться не могу знаете свежестью ну потому что наверно видите веламен порезался на точнее по порвался полопался и вот пахнет прям свежестью так вот эти корни которые у нас порвались я его конечно но он будет вот здесь вот подгнивать вот ладно пока мы ничего не делать не будем оставим как есть распутываем распутывать здесь друзья вот такая картина тут ой как пахнет вот честное слово прям весной прям весной здесь у нас прям все в горшке горшок весь но красота так здесь у нас корень до залез обратно тут не поймешь откуда какой корень вот отсюда вылез в горшок туда залез а здесь он весь вверху спорчены смотрите а я его обрежу вот это корень нам не нужен вот этот вот этот мы сохраним это тоже сохраним сейчас я перебираю корни которые идут от верху и их максимально сохраняем опах так так чтобы нам корешки эти оставить вот а вытащить потом из горшка то что не нужно в принципе уже можно здесь обрезать но я друзья честно говоря наверное не получится мне этим секатором тоненьким так вот этот корень тоже нам не нужен так эти все корни у нас старые оттуда изнутри идут да ну что вытаскиваем 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 здесь сейчас все подрежем что у нас тут мешается вот этот корень мы тоже срезали да все так это уже я сказал на корень который порченый внутрь туда залез о но смотреть от того грунта чего у нас осталось вот она какая кора друзья посмотрите практически вообще ничего не осталось то что мы сажали 6 лет назад орхидея все это практически съела корни тоже уже сгнили относительно того что недавно пересаживали с вами орхидею тоже старую а вивальди разделяли да она тоже там достаточно там почти 6 лет в горшке в горшках сидела там больше сохранились у нас корни у орхидеи но там у нас двойной горшок там совсем другая история была с этой орхидеи изначально как в кашпо проросли корни вот как сколько там 5-6 лет назад перестал ее доставать отсюда и все так вот и перестал то есть все она сидела вот в этом вот внутреннем пространстве вот так вот в такой картине постоянно то есть это можно считать была закрытая система вот именно закрытая система так ладно давайте все таки я попробую этим секатором оп получилось друзья получилось вот я был готов к тому что они у меня сломаются но нет не сломались но вам советую взять хороший секатор вот почему потому что нужно резать немедленно чтобы сдавливалась здесь вот основание потому что он будет сдавливаться и потом гнить то есть раздавливается расплющивается нужно резко чтобы она отсекло чтоб был ровный срез чтобы ткани не портились и потом не гнили вот значит вот так вот все здесь мы тоже сейчас все это дело распутаем старые корни ну вот собственно чего вот у нас и корни всего и так кстати не так уж и много за 6 лет смотрите за 6 лет это скорее больше те корни с которыми 6 лет назад мы ее пересадили то есть это вполне себе естественно что они за это время отмерли скажем так то нас тут цветонос засохший пенек так срезаем тоже старые цветоноса вот здесь вот пеньки по вот это все еще один почищаем кочерыжку эту значит сейчас мы ее с вами припудрим ее корицы припудру некоторых смотрю агрономов которые говорят советуют что только нужно только нужно здесь сломаны видите их жалко как такой корень хороший но друзья без как его без хотел сказать жертв но не жертва без потерь не получаются никак не получится вот такие сложные пересадки поэтому конечно лучше всего это делать своевременно раз в два в три года не доводить вот до такого состояния но мне в моем случае я специально держал и у меня еще много в запасе таких орхидей для но знаете кто-то сказать для контента да друзья вот именно для контента почему потому что когда давным давно мы пересаживать орхидеи кто-то смеялся что в такую кору сажать нельзя плюс кто-то там критиковал когда еще знаете 90 процентов тех орхидейных каналов которые вы видели на ютубе их не было были умники вот умники и закрытый клуб девочек ютубер архаманш которые считали что только я уже рассказывал об этом которые считали что вот только так нужно выращивать как они и что орхидеи достойны только высшему свету вот а простому рабочих крестьянина такие орхидеи это мовитон можно так и поэтому они заходили ко мне на канал и и всячески обливали кокулями вот я думаю те кто смотрит давно наш канал с семнадцатого восемнадцатого года те помнят эти вот сколько я их отправлял вот этот лист удаляю все мы его вот так вот очищаем как вот так вот здесь вот вот и вот было мне очень знаете как хотелось чтобы время прошло и все встала на свои места и вот время прошло друзья орхидея 6 лет в этой посадке ну что смотрите вот в мусорной коре с угольком с теми способами ухода полива вообще ухода за орхидеями которые я рассказываю на нашем канале вот просто есть некоторые каналы и наши русскоговорящие и заграниченские где сразу вам показывают в одном видео как ни одна тетя написала на канале хочу в одном видео чтоб тебя все было вот начал и потом в конце то есть все вместил всю историю орхидеи в одном видео так только бывает на азиатских каналах где они вам показывают в гостях у сказки орхидею попрыскал замочил чудо в воде какой-нибудь растворе и она выпустила миллион корней а нету предыстории это орхидеи почему она у него потеряла корни нету дальнейшей истории то есть отчетом дальше то корни эти выросли или их просто этим супер клеем по наклеил иногда прям откровенно я смеюсь прям в голос когда показывают историю про наращивание там корней и как корни налепляют так что ну прям видно что их налепили но люди в комментариях смотрят пишут прям ну прям вообще восторгаются ну неужели вы не видите что корни приклеены сейчас вот эти клеи супер моменты которые даже у нас он продают в магазине прозрачный раз там что хочешь можно приклеить пальцы приклеиваются вот так вот и не отклеишь вот но это уже другая история так друзья ну что я все-таки эту орхидею несмотря ни на что все что вот это обрезали я хочу вот эти корни все-таки как и планировал йог поместить в воду чтобы они немножко намочились да и стали более эластичными все друзья вот такая вот у нас история в принципе ее можно уже пересаживать но просто я хочу немножечко найти в этом видео мы ее распотрошили принципе тоже как бы все готовая история теперь можно пересадить вот но я хочу ее эту орхидею еще замочить эти корни чтобы они стали более в вот эти вот воздушные вот чтобы уже следующем видео сделать пересадку то есть у нас тоже будет в двух частях вот я ее отсюда помещаю пусть еще они по будут у нас здесь вот эти вот воздушные воздушные корешки вот срез я у орхидеи ничем не обработал вот у нас воды в принципе касаться не будет я вот сюда сейчас палочку поставлю опа чтобы у нас кочерыжка в воду не не уходила но все вот так вот раз вот так вот друзья вот так вот эту орхидею и мы оставим ой 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 все она вываливается так вторая рука нужна а я телефон взял в руку вот что ж такое все корни будут напитываться вот эти воздушные все вот так вот шевелить ее не буду через несколько часов я ее пересажу и вместе с вами и пересадим кто хочет посмотреть тут посмотрит вторую часть этого видео все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео вот такая вот орхидею с такими корнями шесть лет шесть лет в посадке в мусорной коре с древесным углем красота ой 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 ой